Проверяющих не пустили в кафе. В Караганде мониторинговые группы продолжают рейды по объектам предпринимательства. На этот раз в вечернее время проверяли кафе, рестораны и бары. Подробней у Ирины Вобещевич. 30 человек. А сколько у вас на поле? 1, 2, 6, 8, 9, 10, 10, 10, 10? Нет, 10 свободных. 10. Нет. Большое рейдовое мероприятие прошло накануне в Караганде по организациям общепита. Начали его еще засветло и заходили в каждое кафе, ресторан, бар, которые были на пути. Особого предписания на это не требовалось основания, проверка, исполнение постановления государственного санитарного врача Карагандинской области. В одно из кафе проверяющих не пустили, пока не измерили температуру. Что поделать, правила обязательны к исполнению всеми. В мониторинговую группу входят специалисты территориальных управлений, контроля качества и безопасности товаров и услуг, представители местных исполнительных органов, местной полиции, филиалов, палаты, предпринимателей «Атамикен». Всего таких групп 55 по области. Проверяют рассадку людей. Расстояние между посетителями, сидящими за соседними столами, должно быть не менее двух метров, а за одним столом не более 4-6 человек. Всего клиентов должно быть не более 30 одновременно. Обеспечивается проверка посетителей и работников бесконтактной термометрией. Данные по последним записываются в журнале. Есть и несколько других журналов, которые обязаны заполнять работники. Например, график проведения инструктажа с сотрудниками, своевременной смены средств защиты, снабжения и отслеживания необходимого запаса дезинфицирующих, моющих и антисептических средств. Далее получается, когда вы можете увидеть, что у нас здесь находится на треке, мы соблюдаем достаточку от 2 метра. Все места, которые не оборожены, на них могут сидеть. В целях обеззараживания воздуха обязали использовать ультрафиолетовые бактерицидные облучатели. Бесперебойно должны работать вентиляция системы кондиционирования воздуха. В общем, теперь забот у владельцев кафе, баров, ресторанов прибавилось. Предприниматели перед тем, как возобновить деятельность, получили акты готовности на соответствие требованиям главного государственного санврача области. Во всех заведениях, куда заходила проверка, нарушений не было выявлено. Уже после 22 часов мониторинговая группа проверяла время работы. Кафе-барам, ресторанам разрешили деятельность до 10 часов вечера. В одном из караоке-баров веселье продолжилось в запрещенное время. Как пояснили сотрудники, они не знали об ограничениях. Тут же был составлен акт. Нарушителям грозит штраф, а также может быть приостановлена деятельность, поясняют представители мониторинговой группы. Уважаемые гости, извините, мы очень перед вами извиняемся. Но так, как оказалось...